МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Миссия добра» из цикла «Путь паломника». И сегодня она посвящена творчеству Алексея Алексеевича Солоницына. Огонек добра в его душе дарит свет, тепло и истину очень многим людям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Солоницын – писатель, киносценарист, лауреат международных и всероссийских кинофестивалей, Всероссийской литературной премии имени святого князя Александра Невского, патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия. Имеет много других наград. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родился в 1938 году в городе Богородске Горьковской области в семье журналиста Алексея Федоровича Солоницына. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старший брат Алексея Солоницына, Анатолий, стал актером театра и кино. Роль Андрея Рублева в одноименном фильме Тарковского принесла Анатолию мировую известность, после чего он снимался у многих именитых режиссеров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Солоницын выбрал для себя путь журналиста и писателя. За десятки лет своего творчества в разных городах России он написал более 30 книг и более 40 сценариев к документальным фильмам. Самые известные литературные произведения Солоницына Романы «Звезда вечерняя», «Свет, который в тебе», «Повести врата небесные», «Там человек сгорел», «Убить поэта». Самарий Алексей Алексеевич живет уже более 40 лет. Во все времена литературная деятельность в России воспринималась как миссия, как то, что влияет на формирование души человека. В советское время писатель воспринимался как священник. Он был в замене, понимаете? Вот, например, братья Бондаренко наши, сказочники хорошие, вот, они на велосипедах, через всю страну денег не было, но вот им нравился очень Сергей Овцинский. Они к нему через всю Россию в Крым ехали, чтобы встретиться. Писатель воспринимался как духовный наставник. Таким же был вот в недавнее время Александр Александрович Солоницын. К нему все ехали, в том числе и я. А в наше время, поэтому, естественным был приход очень многих писателей в православие. Потому что литература, ведь какие идеалы утверждает у нас в всем особенностях русской литературы? Нравственное начало, идеалы добра, человечности, помощи слабому, защиты слабого. Внутренний мир человека, его жизнь – вот традиционный предмет русской классической литературы, которая воспитывает в людях самые высокие нравственные ценности. Это не значит, что мы должны говорить «Господи, Господи!» И не значит, что мы должны описывать исключительно положительные явления. Добро видно тогда, когда оно преодолевает зло. Достоевский говорил, что сердце – это поле битвы, где добро со злом борется. Поэтому именно в преодолении каких-то очень больших испытаний, когда просыпается в силовике совесть. Вот я бы определил главные мои книги, о чем? Они – о людях, разбуженной совести. Если мы посмотрим внимательно, то определим, что есть, должна быть обязательно бытовая правда. Я должен поверить, что вот это происходило, вот будет, я должен написать. Социальная правда. То есть это, что происходит вокруг. Психологическая правда. Правда поведения человека вот во взаимоотношениях с другими людьми. И последняя составляющая, когда это все устремлено к высшему, божественному. Сегодня распространено такое понятие, как православное творчество. Однако Алексей Алексеевич не согласен с таким определением. Я думаю, что правильнее будет говорить о понятии, как духовно-реализма. Это понятие все ярче входит в жизнь, все чаще его повторяют, потому что есть такая сегодня проза, ее называют иерейской прозой. Священники стали многие писать, но они, как правило, пишут о конкретике, какие-то факты. Но факт литературы и факты жизни еще не есть литературы, понимаете. Вот Бальзак хорошо очень говорил, что жизненный факт – это ощипанная курица. А курица должна быть с перьями, она должна там кудахтать, понимаете. Она должна быть живой. Поэтому литература обладает еще целым арсеналом художественных средств, которые к конкретному факту как бы присовокупляются. А вот современное, вот то, о чем вы спрашивали в так называемой иерейской прозе, часто бытовая правда. Но это интересно нам было, когда мы не знали жизнь духовенства. Вот с 90-х годов, когда мы стали ее узнавать, когда высорковление началось, люди, открылся новый пласт, новая сфера жизни. Алексей Алексеевич в своей литературе всегда обращает внимание, прежде всего, на болевые точки современной жизни. В юности, когда я начинал, вот первый мой рассказ, который получился, он назывался «Сердце болит». Я еще не понимал тогда, что это станет моей магистральной темой. Но так и получилось, что вот когда сердце у тебя болит, когда ты чужую боль воспринимаешь как свою, когда тебя обжигает, как эта судьба, и лично пережитое тобой, и не только тобой, а вот, например, что-то произошло, ты узнал, и это не дает покоя, вот пока не напишешь об этом. Вот это и есть тема творчества. Было еще много случаев в жизни писателя, которые обожгли сердце и легли в основу его произведений. Например, повесть «Там человек сгорел» очень дорога Алексею Солоницыну. Удивительная история, которую писатель рассказал на одной из встреч совершенно незнакомый ему человек, легла в основу сюжета этой повести. Женился он неудачно, и жену посадили в тюрьму, и вдруг он узнает, что она беременна, что она должна родить. И он поехал куда-то в Сибирь. Приехал, нашел, ему говорят, вы немного опоздали, ваш ребенок мертв, он умер. Он ошламленный, ну, говорит, ну, хоть покажите мне его. Ну, а была весна. Вот, он говорит, я взял этого, тельце это крохотное, и вышел на улицу. Солнце припекало. Я, говорит, шубу-то расстегнул и прижал его к себе. И говорю, эх, что ж ты меня не дождался-то, хоть бы в один денечек подождал, прежде чем умирать. И вдруг, вот, от этого тепла он его прислонил к телу, солнце грело так, и вдруг этот ребеночек стрыгнул. Ожил. Понимаете? А оказывается, они научились давать желток грудным детям, от которого они задыхаются и умирают. И вот мать ему вот накормила этим желтком, и он умер. А когда он его прижал к себе, то вот стало тепло и срыгнул. Вот, понимаете? Это можно объяснить чисто физиологически, как произошло. А можно и по-другому объяснить. Можно объяснить это как чудо. Чудо любви, которое спасло этого дитя. Я говорю, а где теперь ваш сын? Какой он? Он говорит, да вот он стоит. Такой стоит. стоит рядом красивый молодой парнишка лет 18 и улыбается. Но это меня так поразило. Вот я написал об этом. На основе этого конкретного факта, конкретной судьбы у меня выросло, вот как из зерночка выросло пояс. Алексей Алексеевич в своем интервью сказал, что ему совершенно непонятно то состояние, когда не о чем писать. Я чем больше работаю, тем больше открывается для меня новых тем, новых сюжетов и это происходит, наверное, говорят, у вас появилось второе дыхание. Ну, может быть, второе дыхание, да. Но я вообще не стаер, а марафонис, бегу на длинной дистанции. Вот. Второе дыхание, да, конечно, потому что открылся новый мир. мне совершенно незнакомый, когда я стал приобщаться вот к православию, когда открылись широко двери в храм Божий. Вот. Тогда, да, новый мир открылся. И поэтому сюжетов возникло очень много. в том числе и сюжетов исторических. Так сложилось, что интервью мы записывали в день памяти великого подвижника и святого архиепископа шанхайского и сан-францискского Иоанна, о котором Солоницын написал книгу под названием «Чудотворец наших времен». Вы понимаете, вот когда я узнал об этом человеке, я был потрясен. И дело, наверное, заключается в том, что вот обычно обывательское такое чувство и отношение к святости, к чудесам как к сказке, как к чему-то нереальному. Но это было давно. Ну, вот мы читаем, но это вот происходило вот сейчас на наших глазах. Ну, буквально вот в 60-х годах он ушел в жизни. Когда вот случилось величайшее несчастье в нашей жизни, когда вынужденная эмиграция, вот два миллиона человек оказалось за рубежом, нужен был человек, который спасал бы этих людей, за которого они держались, и вот таким человеком оказался архиепископ Иоанн Максимович, его фамилия. Алексей Алексеевич рассказал несколько удивительных фактов из жизни святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Вот один из них. Архиепископ создал приют для бездомных детей. Надо было как-то кормить их, и вот ничего нет, голод. Ему говорят, что вот отец Иоанн кормить-то детей нечем, вот, но что бы ты хотела Анастасия поварить, и он говорит, она говорит, хоть горстку какой-нибудь муки, овсянки или чего-то такого. То есть бунт настоящий. устроили они. Ну, он говорит, хорошо, хорошо, вот тебе нужна овсянка, будет, будет, будет овсянка. И ушел к себе в келью, молился долго там, но там ждут, когда он спустится, ну, что-то надо делать, дети плачут, есть надо. И вдруг шум мотора подъезжает, заходит какой-то англичанин и говорит, я услышал, что у вас приют есть, вот мы уходим в море, у нас тут несколько мешков овсянки, мы не знаем куда, мы решили вот в ваш приют привезти. Ну, и несколько мешков, оказалось, там грузовик стеллы. Вот, и тогда эта Анастасия, эта повариха повалилась перед ним на колени, рыдает и говорит, простите меня, владыка. Он говорит, вот, в следующий раз больше надо верить. Несмотря на свою любовь к литературе, к писательскому труду, для Алексея Алексеевича было важно, как он сам говорит, не остаться кабинетным человеком. Способом активного участия в жизни раньше для Солоницына была работа в газете, затем на телевидении и уже потом в документальном кино. Ну, я выбирал такие темы, которые не освоены документалистикой были в то время. Сейчас они уже в основном освоены. И вот просил я маленькую заметочку, такое, что Сен-Бернар в подмосковном поселке Видное, это горки ленинские, вот где Ленин, вот, Сен-Бернара, вот это большие такие собаки, убили, любимец был поселок. И вот почему убили, чтобы из него и шкуры делать шапки. ну, и вот мы стали раскручивать, искать этих людей. Вот, а Сен-Бернары это собаки, которых вывели монахи, Сен-Бернарский перевал в Альпах, специальная порода собак, когда метели, там, сходы лавин, эти собаки ищут людей погибших, заваленных, и спасают их. И на Сен-Бернарском перевале этим собакам поставлен памятник, как спасателям. Вот вам миссия добра монашеская. Ну, вот, а вот это Сен-Бернара по имени Цезарь. Вот, два негодяя убили. Ну, вот, об этом мы сделали небольшой фильм, первой движения души он назывался. В начале 90-х годов Алексей Алексеевич предложил тогда только еще начинающей свою работу первой региональной независимой негосударственной телекомпании «СКАД» передачу «Путь». С трудом автору, ведущему Солоницыну, удалось закрепить передачу в эфире, но делал он ее в течение десяти лет. Ну, владыка наш, теперь митрополит Сергий Самарской Сызинской, видя мое, так сказать, ревностное желание послужить на Ниве Христовой, он меня предложил вот в руководителе движения у нас возникло «Самара православная». Вот. И это тоже мне дало возможность вот жизнь духовенства, которой сейчас мои герои, вот последних повестей, это молодые священники, которые выходят вот на пусть служения идеям добра, помощи людям. Вот. Мне дало возможность знать это изнутри. 23 февраля 1993 года епископ Сергий Полеткин был назначен на Самарскую кафедру. Первым журналистом, который взял у него тогда интервью, был Алексей Солоницин. Удивительно, но в сан архиепископа владыка Сергий был возведен именно в эти же февральские дни 1998 года. Позже, в своем фильме «Доживем до воскресенья», посвященном 60-летию владыки, Алексей Алексеевич назвал эти совпадения не случайными. «Доживем до «Доживем до «Доживем до »» «Доживем до «Доживем до»» «Доживем до «Доживем до»» «Доживем до «Доживем до»» «Доживем до» «Доживем до» «Доживем до» Слово «удивительно» здесь не случайно, ведь 23 февраля – День Защитника Отечества. Небесный покровитель нашего града, митрополит московский Алексий, всея Руси чудотворец. Алексей в переводе значит «Защитник». Так у Самарской земли появился еще один духовный защитник – Владыка Сергий. Последний на данный момент документальный фильм под названием «В ожидании чуда» Солоницин снимал в течение трех лет вместе с отцом Артемием Мищенко, настоятелем Новокуйбышевского Николоблаговещенского храма. Это кино о заключенных, отбывающих наказание в исправительно-трудовых учреждениях, в том числе и о женщинах, и об их детях. Там есть эпизоды очень сильные. Не потому что мы так сняли, но снимал любитель. А потому что сами истории потрясающие, которые рассказывают молодые женщины. Мы поругались, он начал бить ребенка. Ему мешало то, что он плакал. Но у меня, как у любой матери, наверное, сработал какой-то инстинкт. Я хотела заступиться, но немножко, наверное, неправильно. Ты его ударила? Ударила ножом, да. Он умер. Вернуться назад. Чтобы изменили бы именно вашу реакцию. Я думаю, что... Вступили бы дальше. Да. Если бы мы сделали бы дальше. Да. То есть материнский инстинкт такой сильный, что она симпатичная молодая женщина, но действительно материнский инстинкт столь силен. Вот бьют ребенка, вот она ударила его. И такой вопрос задал не я, а оператор. И вот этот эпизод получился один из самых лучших в нашей картине. Есть у Алексея Солоницына фильм «Захарова тропа», связанный с воспоминаниями о семье, о своих корнях. А если точнее, это кино рассказывает об иконописце и летописце Ветлушского края Захаре Солоницыне и его потомках. Фильм отмечен дипломом первого международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского. Эта тропа привела меня к родни, о которой я почти ничего не знал, и которая, как подсчитали местные краеведы, насчитывает 700 имен. Вот эту руками не выделишь. Точно от деревни, да, вот так она начиналась, да? Да, вот где кусты. Вот дом с правой стороны крыши видать. Вот где желтый куст, и прямо вот сюда шла другая. Она прямо вот здесь, вот они начинались. Ряд произведений автор посвятил своему брату Анатолию Солоницыну, о котором сам он пишет, как о человеке с особенным характером, таившем в себе что-то такое, что останавливало, удивляло, заставляло задуматься о творчестве, о самой жизни, о вере. В 1989 году в память об Анатолии Алексей Солоницын со Свердловским режиссером Владимиром Шамшуриным сделали фильм «Чудотворство. Монолог после смерти». О непростом пути актера, рано ушедшего из жизни, рассказывает Алексей Алексеевич и в «Повести о старшем брате», очередное переиздание которой вышло совсем недавно и приурочено к 80-летию со дня рождения Анатолия Солоницына. В разные годы жизни, время от времени, писались и стихи. Алексей Алексеевич решил собрать их в одну книгу и назвать ее «Ветви». Огонек добра – одно из стихотворений сборника. Будут грозы и ненастья, но придет пора, Всесов вспыхнет, как причастие, огонек добра. Постарайтесь, берегите этот огонек, И до друга донесите света островок. Не давайте, не давайте свечку загасить, Сколько хватит сил, старайтесь огонек хранить. Освещайте, освещайте темень всю дотла, Расширяйте, расширяйте место для добра. Помимо стихотворения в сборник «Ветви» войдут и миниатюры в прозе. Та, что под названием «Помощь» будет помещена в книге первой. Я где-то услышал или прочитал, Что вот два дома, по соседству они жили, И в одном доме жил старик, А в другом доме жил мальчик. И вдруг у старика этого умирает спутница его жизни, И вот мальчика видит, что старик сидит у дома и плачет. Мальчик перелез через забор, Подошел к этому старику и сел к нему на колени. И старик перестал плахать. Мама спрашивает мальчика, Что ты ему сказал? Почему он перестал плакать? А мальчик отвечает, Я ему ничего не говорил. Я просто помогал ему плакать. Вот. Вот если суммировать то, Что я вам наговорил сегодня, Что все мое творчество, Я помогаю людям плакать. То есть я стараюсь, Чтобы приняв их боль на себя, Чтобы их боль прошла. Вот это, мне кажется, Высшее назначение и музыки, И живописи, И тем более писательского творчества. Мы благодарим Алексея Алексеевича За содержательный, открытый и интересный разговор. Уверены, что результатом неустанных, Многолетних трудов Алексея Солоницына Является множество людей С разбуженной совестью. А на этом наша передача Подходит к концу. До новых встреч. До свидания. И храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok